Кувырок назад, как трезвый взгляд вперед. На этой неделе всем отчетливо стало понятно, какие же все-таки цветы любит экономика России. Оказалось, что это гвоздики, причем в количестве не более двух штук. Неприятно, но факт. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, Россия еще только в самом начале развития санкций, а уже хлебнула сполна. И это не смог не заметить даже президент Америки. Он, как и обычно, разорвал нашу экономику в клочья. Но, как утверждают отечественные пропагандисты, только на словах. И на самом деле Россия просто в шоколаде. Что нам за это будет? Давайте вспомним, а что нам было за Крым? Где вот эта разорванная в клочья экономика? Где она? Я сегодня специально читала, вспоминала все, чем нам грозили за Крым. Маккейн, который обозвал нас страной бензоколонкой и собирался все разрушить нашу экономику, он вообще, извините, помер. Царство ему небесное. Обама, который говорил о том, что мы разорваны в клочья, неизвестно где, далече, а Путин по-прежнему президент. Помните, не так давно депутат-актер Певцов громко так кричал, что за царя и умереть не стыдно? И что? Где же теперь господин Певцов? Что-то не вижу я его в каске, возглавляющем колонну солдат. Да и Матвиенко своего Сережу спрятала, а под прицелом ходят парни, которые вообще не понимают, за что или против чего воюют. Но вернемся к Симонян. В своей пламенной речи даже она подчеркнула, что во всем цивилизованном мире сменяемость власти это нормально. Обама сменился Байденом, а Путин по-прежнему президент. Да и сарказм Симонян в сторону разорванной экономики я тоже не поняла. Она всерьез считает, что все происходящее это норма. Тем более, когда об обратном говорит даже небезызвестная Набиулина. Наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. А помимо нее в том же ключе высказался и главный рупор кремлевской власти господин Песков. На этой неделе он открыто признался, экономика России терпит серьезные удары, но на ногах типа выстоит. Правда, не уточнил на чьих, на тех, что в дорогой обуви ходят по мраморным полам или на тех, что согнуты в коленях. И если встают, то только на четвереньки. Я только в одном, Симонян, согласна. Однажды мы это уже проходили, мы только прошли по-разному. Для нас это было поднятие головы с асфальта, а они забили даже на импортозамещение. Но не увидела я, чтобы Песков снял свои мили за 37 миллионов и надел на себя какие-нибудь типа Восток за 2000 рублей. Как не увидела и патриотизма в ношении драгоценностей, упомянутой ранее Матвиенко. Она как носила серьги за 3 миллиона, так в эпоху импортозамещения на уральское золото почему-то не перешла. Зато эти люди активно убеждали нас, что все восстановится и мы опять устоим. А то, что мы как бы и до известных событий на ногах не стояли, об этом почему-то умалчивается. Но, друзья, у меня есть хорошая новость. Импортозамещение в этом году все-таки состоится. Уверена, что у большинства из вас в руках сейчас айфоны или аппараты на андроид. И ранее вы, как и я, скорее всего отключили функцию автообновления. Ну, типа, чтобы избежать блокировки аппарата. Так вот, друзья, нас в очередной раз наебали. Если между нами и производителями так и не запахнет стабильностью, то все наши гаджеты могут быть заблокированы удаленно. По крайней мере, именно об этом пишет лента.ру со ссылкой на IT-специалистов. Кстати, не так давно была свидетелем разговора в лифте, где женщина сказала, ну и пусть не будет айфонов, перейдем на старую добрую Нокю. Так вот, дорогая моя, если ты меня сейчас слышишь, то я тебя уверяю. Ни на какую добрую, а тем более старую Нокю ты уже не перейдешь. И ладно, если вообще останешься при связи. Потому как Нокия, сотрудничающая с МТС, Вымпелком, Мегафоном и Теледва прекращает любое сотрудничество с Россией. Кстати, а вы знали, что именно Нокия занимается развитием инфраструктуры 5G? Если эта информация соответствует действительности, то что-то подсказывает мне, что во исполнение всемирного заговора никуда эта Нокия не уйдет. Теперь даже как-то интересно, чем же все это закончится. Но, друзья, самое печальное впереди. Россия решила победить заморские гаджеты, выпустив собственную разработку. Правда, что мега смешно, на платформе Android. Ну что, родные мои, нам в очередной раз бросили вызов. Компания Apple приостанавливает продажи своих смартфонов в России. Но это на самом деле совершенно не беда. В моих руках вот такой вот замечательный телефон, отечественный телефон AYA. AYA T1. Я и AYA. Давайте посмотрим, что внутри. Такой телефон можно использовать именно для звонков самым дорогим и близким. Потому что у него есть уникальная разработка, в мире этого нет. Вы можете выключить и камеру, и микрофон одной кнопкой. Мы обязательно это посмотрим. Кстати, эта знаменитая кнопка отключения камеры и микрофон находится прямо вот здесь. И мы ее будем тестировать. Так что с полной защитой от слежки. Ну вы поняли, да, что пользуясь вражескими айфонами, вы автоматически сливаете всю инфу о себе третьим лицам. И только используя отечественную разработку, вы в полной безопасности. Но лично мне кажется, что все здесь с точностью да наоборот. Вы нажимаете заветную кнопку, после чего идет запись вашего разговора, который тут же оказывается на столе прикрепленного к вам ФСБшника. И знаете что? А телевизор опять победил холодильник. Потому как после трели Бутина и некоторые россияне вдруг решили стать истинными патриотами. Вот наш ответ на санкции американцам. Вот, видели? Мы не боимся вас. Вот вам. Ммм, какой поступок, мужчина. Но если вы сейчас на камеру разбили свой старый айпад в надежде на покупку нового, то я вас, пожалуй, огорчу. Эппл переостановил продажи своей электроники в России. И это перед 8 марта. Я не знаю, как вы, а я считаю, что именно вот это и есть всемирный заговор. Причем всех мужчин и компании Эппл. Как по мне, так лучше бы запретили конфеты и Макдональдс. Стройней бы были. За олигархов и умереть не стыдно. На этой неделе два удальца почти одинаковых с лица предложили внести в Госдуму законопроект о призыве на военную службу в Донбасс так называемых привлеченцев «За мир». Это люди, которые с первого дня спецоперации выходили на митинг с плакатами «За мир» и «Нет войне». Я сейчас не пошутила. Помните, я рассказывала вам, как в Екатеринбурге с подобным плакатом задержали инвалида-колясочника? Так вот, если его задержание закончилось протоколом, то российские власти в лице Нилова и Лугового прямо сейчас готовы отправить его участвовать в военной спецоперации. Друзья, они серьезно? Они вообще там в своем уме? Люди призывают к миру, а их берут и отправляют в эпицентр вооруженного противостояния. Это ж сколько пядей нужно иметь во лбу, чтобы это придумать. А дальше своего носа посмотреть не получается. Неужели непонятно, что воевать они точно не будут? Зато, возможно, приведут страны к миру. Ну, просто объяснят украинцам, что мы не враги. А знаете почему? Да потому что среди привлеченных не только инвалиды, но и пенсионеры, и даже дети. На этой неделе в Петербурге полицейские заинтересовались пожилой женщиной, в руках которой была газета с заголовком «Мир». Стражи порядка сочли этот поступок преступным и увели бабулю с площади, видимо, объяснив ей инициативу Нилова и Лугового. Правда, отпустили, говорят, женщину без протокола. Так что Украина может спать спокойно. Главный снайпер России участие в спецоперации так и не примет. Также на митинге в Питере была замечена еще одна женщина пожилого возраста. Это блокадница Елена Осипова, которая не понаслышке знает, что такое война. И предотвратить ее она призвала все российское население. «Нет войти! Нет войти! Нет войти! Нет войти!» Еще ужаснее оказалась ситуация в Москве. Там в среду за плакат «Нет войны» арестовали родители вместе с несовершеннолетними детьми. Так пятеро малолетних ребят оказались в буквальном смысле слова за решеткой. Справедливости ради отмечу, конечно же, в этой ситуации прежде всего задерживали родителей. Но так как дети были рядом, то в отделение пришлось доставить и их. Но у меня два вопроса. А что мешало ребятам в форме пройти мимо? Ну, собрались люди с плакатами. Ну, возложили цветы погибшим солдатам. Постояли бы и разошлись. Ведь они не громили витрины, не воровали миллиардами. Они просто высказали свою позицию. Так вот, когда наша страна свернула не туда? Когда слово, которое идет в разрез с официальной версией, стало экстремизмом? И самый главный вопрос – когда все это закончится? Я смотрю, россияне не выстраиваются в огромной очереди в желании надеть каску и взять в руки автомат. Хотя, смотрите, очереди все-таки есть. Вот только вопреки Надеждам Матвиенко очереди эти совсем не в военкомат, а в банкомат. Вернее, даже уже не только в банкомат. На этой неделе стало известно, что любимая большинством Икея приостанавливает продажи в России. Это вызвало небывалый ажиотаж среди населения, и с желающих попасть в магазин в последний раз выстроились нереальные длины очереди. Но я бы хотела посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Закрытие Икеи – это не «здравствуй, советская софа», это «до свидания» стабильность для 15 тысяч россиян, работавших на шведский бренд. Пока приостановка работы магазинов будет действовать до 31 мая. Дальше будет видно. Если Икея все же решит сохранить рабочие места с выплатой заработной платы, то это вновь будет поддержкой россиян, но не со стороны родного государства. О прекращении деятельности уже заявили магазины H&M и Manga. И я искренне не понимаю, почему. Почему все санкции направлены исключительно на народ? Ведь чиновники не покупают шведские стенки, да и в Manga они вряд ли одеваются. Получается, за то, что мы не совершали, почему-то страдаем именно мы. Хотя я вам скажу, что и денежный эшелон власти тоже не в безопасности. Америка, Великобритания и некоторые страны Евросоюза уже начали золотую охоту. Под арест уже попали яхты Усманова и Сечина. По сравнению с кораблем Абрамовича это, конечно, катамараны. Но все-таки, знаете ли, опа-опа, и они уже чужие. Кстати, на Абрамовича свое ясное око пристально нацелила Великобритания. Раскулачить российского олигарха решили, что называется, не отходя от кассы. В Англии грозят раскулачить российских олигархов. Как вы относитесь к такому безобразию? Я думаю, что это бесполезно будет. Просто-напросто Россию никогда не победили, войну выиграли и так же и не победят никогда. А готовы вы выйти на митинг и скавинировать? Руки прочь от яхты Абрамовича. Да можно, почему бы и нет. Я думаю, что многие пойдут на этот шаг. Долго Абрамович думать не стал и буквально за несколько дней решил слить все свои активы. На продаже уже замечен клуб «Челси» и элитная недвижимость в Лондоне. Свои руки к деньгам российских олигархов протянуло и королевство Монако. И все это не считая того, что бизнесмены и так теряют значительную часть своего состояния. Акции Яндекса, например, упали на 60%, сделав из своего миллиардера Гендира обычного миллионера. Тинькофф Банк обвалился на 90%, а акционер Лукойла Леонид Фидун и вовсе потерял 80% своего состояния. Такие данные приводит комсомольская правда. Правда, слушайте, друзья, а если цель всего этого конфликта – отъем российских денег у олигархов, то в чем вопрос? Заморозили, отобрали, пустили по миру и заканчивайте конфликтовать. Намекну вам на то, что мы на это повлиять никак не сможем. А вот мира во всем мире очень хочется. Ну и последнее на сегодня. Отток денежных средств из российских банков не оставил выбора. Инфляция, скакнувшая столь резко и высоко, потянула за собой и высокие ставки по вкладам. Сегодня банковский сектор обещает каждому вкладчику 20 и более процентов годовых на разные сроки. В основном это три месяца. Так что если хочется понервировать свои клетки, но при этом что-то заработать, вернее какую-то заработать, спасти деньги от неизбежной инфляции – welcome обратно на пополнение счета. Но вы знаете, после недавних слов Арефьева лично мне не очень хотелось бы потерять все нажитое непосильным трудом. Так что выбор за вами. Ну а у меня, друзья, на этом все. Я напоминаю, что второй выпуск итоговых новостей уже загрузили в субботу и его вы сможете увидеть исключительно на Ермак Медиа. Спасибо за ваши подписки, лайки и комментарии. Мы ценим каждого. А увидимся с вами ровно через неделю. Всех люблю. Пока-пока.